Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Таша Муляр и вы на моем канале Жизнь без дублей. Судя по антуражу вокруг меня, можно понять, что у меня наступило время посева томатов. Сегодня будет вообще такой выпуск, который будет посвящен не ремонту и стройке, который у нас в последнее время активно идет и продвигается, хотя про это я тоже снимаю, в том числе и сегодня. Но этот выпуск я решила сделать такой сугубо садово-огородническим, потому что сейчас эта тема тоже, я знаю, актуальна для многих из вас и у меня она насущна. Почему я сказала, что наступило время посева томатов именно у меня? Я знаю, что уже многие из вас посадили, у многих, даже у моей мамы уже рассада вот такого размера, но у каждого, наверное, есть какое-то свое время и понимание процесса. Поэтому вот так получилось, что в этом году у меня именно сейчас, 7 апреля, наступило это время. И моя позиция, что поздно это не бывает. Если вы еще тоже ничего не посеяли и думаете, что поздно и после этого выпуска вам вдруг что-то захочется, то не держите в себе, идите делайте это. Потому что по моему прошлогоднему опыту, да, я начинающий такой садовод, это мой второй полноценный сезон, вот, то по опыту прошлого года я узнала о том, что мы будем жить за городом в середине апреля, то есть это решение в нашей семье окончательно как бы вызрело, была середина апреля. И в тот момент я попала в магазин и случайно увидела семена балконных черри и подумала, ну, может быть, посажу, если что, то будут и в доме расти. Потому что я на тот момент вообще не знала, как у меня будет тут чего организация пространства. И даже не предполагала, что у меня в том году уже появится теплица. И я эти черри прикопала в цветочный горшок. У меня просто росла азалия, и я в эту азалию сделала ложкой несколько отверстий, положила эти семена. Это я сейчас специально так подробно рассказываю, потому что сейчас, когда я буду сажать, возникнут нюансы и предложения. Вот, поэтому я вам акцентирую, как я посадила в прошлом году эти черри. И далее, когда они там вылезли, для меня это было вообще удивительно. То есть я их прям пучками вот так посадила. И когда они так пучками повылезали, я думаю, так, ну, надо теперь что-то с ними делать. И в этот момент мы находились в стадии активного переезда. Было вообще не до этого. Но я их оттуда вытащила, распекировала, умное слово, которое я теперь знаю, и рассадила в маленькие торфяные горшочки, что тоже вообще считается плохо, потому что в торфяных горшочках они замокают, появляется черная ножка. И, наверное, из 15 примерно, которые я посадила, в результате пара-тройка погибла от черной ножки, я их выбросила, а остальные стояли у меня достаточно долго. То есть теплица у нас появилась 30 мая, 30 мая. Потом, после этого мы в этой теплице, наверное, неделю делали грядки. Об этом есть выпуски на канале. И если вы стоите сейчас перед выбором теплицы и думаете над тем, как организовать, первый раз, как и мы, у них грядки, то вот тоже ссылочки на эти выпуски. Ну, приглашаю вас посмотреть, вдруг вам пригодится наш опыт, потому что по дальнейшему развитию этого сюжета, по нашему урожаю в прошлом году, оплодоношение у нас в теплице продолжалось аж до середины ноября. Были помидоры и огурцы удивительные рядом. Ну, в общем, я считаю, что этот опыт был удачным. В общем, таким образом, в результате я эти черри пересадила в грунт и в больший объем из этих маленьких торфяных горшочков только в первую неделю июня. Но, тем не менее, у меня все лето были эти черри, я уже там не помню, когда они первые созрели, наверное, ближе к концу июля. И плодоносили они уже, как я сказала, аж до середины ноября, несмотря на то, что нас постигла фитофтора. И я их обрабатывала, они у меня переболели. И, в общем, в результате у меня было 6 хороших кустов, 3 из которых росли в теплице и 3 из которых росли на улице в ведрах. Я их посадила в ведра, и они у меня как бы декорировали пространство с собой. Вот. Поэтому я считаю, что сажать не поздно. Сейчас мы это сделаем. Ну, извините за такую длинную подводку этого процесса. Вы знаете, что я очень болтливая. Вот. И сажать мы будем сегодня, значит, 3 сорта томатов. Я буду сажать по несколько семечек, потому что мне много не нужно. Мне на теплицу нужно порядка 25 растений-томатов. Частично рассаду я планирую купить у своей подписчицы в Александрове, которая мне уже ее предложила, и которая уже ее выращивает. Там она у нее большая. Соответственно, моя рассада, она будет такая более поздняя. Соответственно, плодоносить она начнет позже. Поэтому я буду сажать буквально там по 4 семечка. Вот. Я приготовила воду. Мы с вами попробуем провести эксперимент на схожесть. Да. То есть сейчас мы в эту воду положим пол столовой ложки даже на кончики. То есть столовую ложку на литр воды кладут. Вот. Поскольку у меня здесь 250 грамм, то вот будет у нас четверть столовой ложки, будем считать, соли. И в этот раствор опускают семена для того, чтобы провести тест на схожесть. Вот. Сейчас мы эту соль растворим. Значит, семена томатов, которые мы будем с вами высаживать, это английские сорта, которые мне привезла подруга из Лондона. И они якобы не подвержены фитофторе. То есть они так селекционированы, что они не подвержены фитофторе. Вот. Попробуем их высадить. Значит, их я не буду на схожесть проверять. Рискнем. Поверим англичанам. Вот. А что касается огурцов. Значит, огурцы я планирую сажать в теплице. В теплице я в этом году буду сажать только два растения огурца. Поэтому мне это очень важно. Но я вот тут купила случайно. Что-то я не обратила на это внимание. Видите, огурец дальневосточный. И он не F1. А он пчелоопыляемый. Поэтому я посажу сейчас четыре вот этих огурца. И мне важно, чтобы они взошли. То есть огурцы мы проверим на всхожести. Далее я буду их высаживать потом в открытый грунт. Ну, под спонбонд. Вот. И также мне подруга привезла вот такие корнишоны. Я почитала. Я не очень с английским дружу, честно. Но я так поняла, что они всё-таки не пчелоопыляемые. Поэтому мне их нужно посадить два. Опять же, чтобы один потом оставить. А один может погибнуть. Так как я в теплице буду выращивать огурцы практически без формировки. То есть я планирую до пятого листа всё убирать. Все боковые побеги в теплице. И после пятого листа я планирую все плети оставлять. Таким образом я буду поднимать это под потолок теплицы. И двух огурцов на мою теплицу мне будет достаточно. Такого урожая по опыту моего прошлого года. И также я планирую посеять на рассаду пару арбузов. Огурец дальневосточный. Семена в пакетике выглядят вот так. Их там давайте посмотрим сколько. Наверное штук 15, мне кажется. Нам из них нужно получить 4. Давайте часть насыпем в соль. И посмотрим. Значит то, что тонет, нужно подождать 10-15 минут. И то, что тонет, то хорошее, то мы сажаем. То, что плавает, это считается плохое и непригодное к выращиванию. То есть когда вам нужно получить всего несколько растений, как в моём случае. То есть мне много не надо. То имеет смысл провести этот эксперимент. Я буду вот в такие горшочки. Это у нас пока стоит. И на горшочке, чтобы не запутаться, я приклею. Ну чего у меня много в доме, правильно? Строительного скотча. Вот я его сюда и приклею. И на этом скотче напишу, что это огурец дальневосточный. Чтобы потом мне не забыть. Подготовила вот 4 баночки под огурцы и 2 под арбуз. Ну что, значит с огурцами всё понятно. Вот из того количества семечек, а это у нас было 8 штук, 2 у нас отбраковываются однозначно. Да, мы их выбрасываем. И остальные 8 штук я все посажу по 2 штучки в горшочек. Когда они взойдут, соответственно, будет понятно. Если будет по 2, то со временем я 1 удалю, наставлю 1 расти в горшочке. И таким образом произойдёт естественный отбор. Вот из стаканчика они будут у меня сохнуть. Единственное, мне кажется, что вот это семечко тоже какой-то не очень. Видите, какой-то у него дефект. Хотя оно не всплыло. Видите, его тоже выброшу. В общем, у меня осталось 6 семян. Теперь смотрим, что у англичан внутри пакетика. Даже интересно. Так, тоже они, видите, ничем не обработаны. Просто семена и примерно такое же количество. При этом, смотрите, вот есть, видите, вот это тоже повреждённая семечка. Вот это тоже. Сразу можно, да, отбраковать. Вот. Ну, мне надо в результате получить 2. Остальные я буду хранить. Поэтому сейчас я выберу штучки 4. И также опущу их в воду. Вот эти вот 8. Опускаем. Да, кстати, как понять, пчёлы опыляемые, огурец или нет, если вы не прочитали на упаковке, а его вырастили уже, да. Понять это можно следующим образом. Сейчас мы их, вот они, чтобы намокли. Ну, вот смотрите, английские семена, все 4 штуки, все опустились. То есть, они все пригодны для посадки. Мы их сейчас и посадим. Да, значит, как понять, пчёлы опыляемые, огурец или нет. Если они у вас уже взошли, начали расти, и у вас на растении появляются цветочки уже с маленькими-маленькими огурчиками, и цветочки просто на ножке цветочек, это значит огурцы пчёлы опыляемые. Потому что у них есть как женские цветки, это которые с маленькими огурчиками, так и мужские, которые без огурчика. Значит, эти огурцы не пригодны для посадки в теплице. Ну, или в том случае, если вы их вдруг посадили в теплицу, вам придётся самой работать пчелой мами и их опылять. Срывать мужские цветочки и тыкать ими в женские. Ну, а лучше, конечно, их посадить в открытом грунте, чтобы пчёлки могли сами туда прилетать и выполнять вашу работу. Вот таким образом. А я вот с этим дальневосточным была такая феерия по ходу по Дарвину, что не обратила на это внимания. Ну, ничего страшного, посадим на улице, сделаем специально для них грязь. Все баночки я поместила сразу в лоток, в котором они будут у меня стоять. И да, потом я, когда семена взойдут, я их поставлю на досвечивание под лампу. Потому что та сторона, где они у меня будут стоять, не очень солнечная. Так, теперь я беру и на дно насыпаю вермикулит у меня, который будет выполнять роль дренажа. Я буду использовать готовый грунт для рассады, поэтому грунт я специально подготавливать не буду. Я вот здесь как раз хотела сказать, что, вы знаете, я тут изучала вопрос посадок. Настолько по-разному все всё сажают и настолько много над этим заморачиваются. Вот на мой взгляд, то количество химии и всяких веществ, которые сыпят в рассаду, там и марганцовку, и фунгициды, и ускорители роста, и корневины. Ну, мне кажется, что это совершенно лишнее. Это настолько усложняет процесс, это так заморачиваешься, что уже после этого ничего сажать не хочется. Сейчас буду насыпать грунт. Потом этот грунт пролью, чтобы он был влажный. И буду туда класть семечко. Потом сверху накрою вот так вот этой крышкой, пока не взойдёт. Видите, у меня получатся такие горшочки в парничке. Вот, и когда взойдут, я уже крышечку открою и буду выращивать. Также в ближайшее время я планирую на рассаду посадить ещё кабачки. Ну, те огурцы, которые я буду выращивать в теплице, это сорт изумрудный поток. И вот с ещё одним сортом я, который у меня будет, в общем, основным огурцом, ещё не определилась. В прошлом году мы выращивали герман. В принципе, он мне нравится. Но точно я не решила. Поскольку я сказала, что у меня в теплице будут расти всего 2, максимум 3 растения огурцов, то для меня важно, какие они будут. Вот, поэтому, если именно для теплицы мне что-нибудь посоветуете, мне нужны огурчики, чтобы они были сантиметров по 10, посадить с нежной корочкой, чтобы у них была хрустящая нежная мякость, сладенькие, чтобы они были. И чтобы они не уходили в семена и кожица у них не грубела. Ну, в общем, по сути, на еду и на консервирование тоже, чтобы они были пригодны. Так, баночки я запомнила. Сейчас я их пролью водой. Если для томатов мы будем проливать с пульверизатора, то, на мой взгляд, в данной ситуации можно просто пролить отстойной заранее водой. То есть здесь будет по одному, по два семечки. И, ну, ничего страшного с ним не произойдет. Тем более, пройдет время, пока они у нас взойдут. Я, видите, их не замачивала. Сейчас, когда увлажнится, то посажу семечки. Теперь главное не перепутать, где чего должно быть. Так, это у нас дальневосточный. Его сюда и сажаем. Вот одно сажаем в серединку. Так. Вот почему, вы знаете, я еще за то, что надо как-то попроще этот процесс делать. Потому что наши мамы и бабушки, и прабабушки, они, понимаете, не поливали землю марганцовкой. Они не сыпали столько корневинов в рассаду. И все у них нормально росло. Поэтому вот эти вот заморочки, которые нам показывают все профессиональные садоводы, вот на мой взгляд, в большинстве своем, это излишнее. Конечно, профилактику болезней надо проводить. Вот второе, вот еще осталось семечку, вот сюда с краешку посажу. Профилактику болезней надо проводить, я не спорю. Но вот это вот все, на мой взгляд, это какое-то сумасшествие. Я не знаю. Может, я не права? Напишите мне. Вот, кстати, хочу вам показать, что прошло время, да, прошло, наверное, минут 15. И два английских огурца всплыли. Вот. Поэтому их сажать не будем. Посадим два арбуза. Арбуз у меня рубиновое сердце. Это Гавриш фирма. Семян много, не пожалели. В арбузе семян много нам. С нами щедро поделились. Нам нужно посадить два семечка, да, два горшочка. Значит, насажаем четыре семечка. Ну, уберем, вдруг не взойдет. Так, арбуз посажу по три семечки. Каждый горшочек. Потом оставлю по одному. Если взойдут они вообще, конечно. Я в прошлом году сажала дыню. Так у меня из десяти семян взошло одно. То есть они обладают гораздо как-то худшей схожестью. Но, во всяком случае, по моему опыту. Все, это закрываем. И, ну вот, для всходов это должно стоять в темном, теплом месте, да. Я это просто поставлю на пол. У меня теплые полы. Поставлю на пол. Сверху вот этой мешковиной накрою. И там это у меня будет стоять. Главное, не пропустить момент, когда они взойдут. То есть как только крючочки начнут вылезать, нужно сразу выставлять, открывать на свет и в теплое место. Томаты я буду сажать тоже по-простому. Я на дно насыплю вермикулит. Я тоже видела, где сверху еще кокосовой стружкой какой-то их засыпают. Ну, не знаю. Да, томаты я буду делать под пикировку. Ну, чтобы их потом рассаживать по горшочкам. Поэтому я их смогу посеять побольше. И в связи с этим, так как мне нужно на выходе получить где-то по три растения каждого сорта, да, я не буду их проверять на всхожесть, отдельно с этим заморачиваться. Я просто их побольше посею. Сверху я также насыпаю вот стандартный почвогрунт, готовый для рассады. И на этом этапе, опять же, на мой взгляд, не нужно много каких-то сюда удобрений, потому что потом, когда мы будем пикировать, да, росточек еще совсем маленький, чтобы он не вытягивался, ему излишнее питание совершенно не нужно. Вот, того, что есть уже в стандартном почвогрунте, готовой смеси вполне, на мой взгляд, достаточно. А вот уже когда мы будем их пикировать и рассаживать по горшочкам, вот тогда можно будет там сделать им что-нибудь повкуснее. Вот, и сейчас нам не нужен большой слой земли, то есть где-то их там на сантиметр заглубляют, поэтому насыпем вот сюда сантиметров 5 земли, и этого будет вполне достаточно. Сейчас я ее разомну, естественно. Вот так. Грунт у меня для рассады Дарвин, я его, в общем, в Дарвине и купила. Давайте посмотрим, что здесь в составе. Значит, что нам тут пишут? Верховой торф, торф низинный, песок, доломитовая мука и комплексное минеральное удобрение. Видите, здесь уже достаточно всего добавлено, и на стадии выращивания семени, в общем, достаточно этого будет растению. То есть если мы сейчас переудобрим, то на этом этапе ничего хорошего из этого не получится. Я, кстати, сейчас смотрела очень много видео про клубнику, и, в общем, нашла в результате видео доктора сельхознаук. Так вот, она говорит, что клубника – это культура золушка, и ее нельзя переудобрить. Это вообще очень ценная была для меня информация. И я, например, поняла свою ошибку, почему в прошлом году у меня клубника ушла в листья. Более того, когда она перекормлена, например, азотом, эти листья становятся большие, появляется куча усов, листья очень нежные, и они становятся подвержены всяким пятнистостям. Поэтому, тоже, видите, с фанатизмом к удобрениям относиться не нужно. Все хорошо в жизни в меру. Вот сейчас я вот так пролью грунт, чтобы он промок хорошенько. Сделаю бороздки, положу семечки, и сверху закрою еще одним слоем грунта. Да, я сейчас еще использую один интересный способ, я тут подглядела. Я думаю, что он имеет право на жизнь. Вот в одном из видео на канале, по-моему, полезное ТВ называется канал, видела предложение вот так простелить бумажные полотенца или туалетную бумагу. Они лучше удерживают влагу, и таким образом, вот сейчас мы семечко положим, и потом положим уже слой земли. И таким образом семечко будет больше во влаге находиться, и быстрее, ну, лучше будет прорастать. Ну вот, я намочила, и теперь сделаю вот такие углубления, как рядочки, и в эти рядочки разложу семечки. Вот у меня будет три рядочка, у меня три сорта томатов. Конечно, для моего количества даже этот лоток великоват. Но используем его вот так. Поэтому мы даже семечки будем раскладывать на большом расстоянии. Да, и для того, чтобы мне не перепутать, где у меня что, я вот здесь тоже приклеила клейку-ленту, написала 1, 2, 3, и на пакетиках написала 1, 2, 3. И я веду такой дневник записи в телефоне у себя, в заметках, где я себе тоже это все запишу и сфотографирую, чтобы мне потом помнить и вместе с вами иметь возможность отследить, где у нас что растет. Ну что, добываем семена из пакетика. Я думаю, что там внутри тоже пакетик у них. Да, вот смотрите, как сделано. То есть здесь внутри находится вот такой вакуумный пакетик, в котором, в свою очередь, лежат вот буквально несколько штук семян. первое, что я открыла, это вот такая сливка, которая будет в полосочку. Ну и посадим, я думаю, штук 6 посадим. Так, это у нас был номер 1. Главное еще сейчас на этом этапе не перепутать. Вот, раскладываем. Ну, поскольку у меня места много, я буду раскладывать сантиметров 6, наверное, у меня тут, да, расстояние. У меня ногти как пинцет. Тоже мне там все замечание делают, что с такими ногтями заниматься огородом, это невозможно. Все возможно. Нет, например, наоборот удобно. Когда всю жизнь с такими ногтями ходишь, то очень даже тебе удобно. Так, положили. Второй пакетик это черри. Вот, номер 3 я ему, кстати, написала. Надо сейчас не перепутать. И здесь они уже вот так вот просто насыпанные. Там были в вакууме, да, а здесь насыпанные. Ну, также сажаю штук 6, остальные обратно в пакетик. А на этом пакетике, смотрите, как здорово. Вот, англичане. У нас я такого не видела ни разу. Короче, здесь такая табличка прикреплена. ее можно вот так снять и воткнуть в горшок. Но я сейчас не буду так делать. Я потом в теплицу, может быть, сделаю. Ну, в общем, табличка, чтобы не забыть, что у тебя там растет. Класс, правда, идея? И такие помидорки красивые. Вот, если бы такие выросли. Здесь внутри тоже оказался вот такой пакетик. И в нем прям семян, смотрите, очень много. Видите? Прямо щедро насыпали нам. Вот. Такие симпатичные. Все. Теперь присыплю сверху землей где-то по сантиметру. Еще раз пропрыскаю водой. Может быть, про кокосовую стружку и хорошая идея, я не спорю. у меня ее просто нету и нет такого опыта. Напишите, пожалуйста, в комментариях, используете ли вы при посадке кокосовую стружку, при посадке рассады и как она себя ведет. Вот даже интересно. С землей закрыла. Еще раз вот так вот пролью все, чтобы было влажно. И все. После этого накрываю крышкой ставлю в темное теплое место градусов 23 и по идее через 2-3 дня вот что касается томатов, то через 2-3 максимум 5 дней они должны начать сходить. И после этого их нужно будет переставить в комнату где температура воздуха 16-18 градусов поставить на 7 дней на круглосуточное досвечивание для того, чтобы рассада не вытянулась а получилась крепкая. Это я не сама такая умная. У меня, конечно, есть опыт выращивания помидор. Разные я их и до нашего переезда выращивала. Но это я много очень читаю, слушаю и поскольку определенный опыт имею, у моей мамы, у бабушки есть опыт, то компиляция этого опыта, вот эти выводы, ну и больше я вам сейчас рассказываю то, как я собираюсь делать. Поэтому ваш опыт в комментариях для меня тоже очень важен, полезен и обязательно если вам есть что сказать или замечания, вот что касается выпусков про садоводство и огородничество, я с удовольствием все буду слушать. Все, закрываем крышкой и убираем. растите наши помидорки. Надо в конце вот так всегда покладывать крибли-крабли-бумс. Но я шучу, перекреститься можно. Ну, в общем, у кого какие методы, да, но самое главное сказать, мои любимые помидорки, мои хорошие томатики, растите, сходите и радуйте свою хозяйку. Ну, на этом хочу сегодня с вами попрощаться. Большое спасибо, что вы вместе со мной все посадили. Надеюсь, что те, у кого рассада, в отличие от меня, растет уже давно, уже в предвкушении ее высаживания. Я знаю, что те, у кого теплые регионы, они уже высадили и уже наслаждаются и цветением, и ростом своей рассады, да, и во всем ведут работы в своем саду и в огороде. Вот, мы же более такие северные жители еще только ждем, когда у нас сойдет снег, поэтому я надеюсь, что для нас это не поздно и высаживать в теплицу я буду эту рассаду ближе к концу мая, так что у меня впереди еще практически два месяца ей расти и я думаю, что все будет хорошо. Поэтому те, кто сажал вместе со мной или еще не посадил, сажайте буквально на днях, мы с вами все обязательно успеем. С вами была Таша Муляр, от всей души вам желаю плодотворного огородно-садободческого сезона 2021 и пусть у нас с вами все растет на нашу радость. Пока-пока, до новых встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok